Всем привет, ребят! С вами Zork и сегодня мы посмотрим на замечательную игру под названием Rogue Legacy. Возможно, я опять же неправильно назвал эту игру, мой английский говно и так далее, и так далее. Ладно, придем ближе к геймплею. Игра заточена под джойстик, xbox'овский джойстик, к сожалению. Xbox'овского джойстика у меня нет, поэтому мы будем играть на клавиатуре. И так, секундочку, и мы продолжаем начать свою династию. В чем же прикол игры? Игра очень-очень неплохая, очень-очень интересная. Как вы могли заметить, это 2D-платформер. Как-то здесь... Не знаю, я играл на ноутбуке большую часть времени, так как не вижу смысла играть ее на компьютере. И такое чувство, что здесь она как-то ярче. Краски более... Не знаю... Такие... Яркие. Очень-очень-очень. Ладно, давайте перейдем ближе к смыслу игры. Во-первых, мы рыцарь. Бесконечные, кстати. То есть, у нас есть определенная династия, ладно. Ну, мы ближе через какое-то количество времени, я это расскажу, ближе к делу мы подойдем. И, во-первых, мы находимся в рыцарь, в рыцарь, я говорю, в замке. Мы должны найти принцессу. Даже сейчас мы... Запись вот принцессы. Убийца ранил моего отца короля. Бла-бла-бла-бла. Короче, вот этих записей целая куча. Где-то 20 штук. Читайте, перечитайте. И вот как выглядит этот замок. И вот, вот за этой дверью находится наш главный босс. Но прежде чем зайти к нему, мы должны пройти четырех боссов. Это, во-первых, замок. Во-вторых, лес. В-третьих, башня. И подвал. Лес, это он зеленый, как вы понимаете. Замок такой каменный. Башня, это такая ледяная вещь. Ледяная локация. С кучей разнообразных магов. Подвал это ад. И, кстати, каждая вот такая вот вещь. То есть диваны разные, люстры разбиваются и дают монет. Существует разнообразнейшее количество таких вот мобов. Ладно, все. Кто же у нас? Сэр Ли убит. Убийца мерзкий рыцарь. Некоторые лоны лучше потом... Бла-бла-бла. В процессе игры мы можем... Мы будем находить разнообразные сундуки, разнообразные секретки, разнообразные бонусы в виде игр дополнительных. То есть мини-игр, за которые мы можем получить боблинские дополнительные. Так. Вот. Значит, рыцарь наш умер, сэр. И сейчас у нас есть возможность выбрать среди трех персонажей. То есть это маг, рыцарь, плут. Ну, плут это ассасин, в каком смысле. Так. И каждый раз, то есть каждый, каждый раз будет умирать определенный рыцарь, которого выбрали в прошлой игре. И будет появляться новый. То есть здесь вообще леди. Леди Блеер. И каждый раз у вас будут разнообразные рыцари и характеристики у рыцарей. Определенные будут плохо видеть, будут видеть в темно... Ну, в черно-белом цвете будут видеть... Точнее, не видеть в 3D. То есть они только в 2D будут видеть. И так далее. То есть будет перевернутый мир. И так далее, и так далее, и так далее. У каждого свои преимущества, у каждого свои минусы, плюсы. И скиллы определенные. Вот, например, у леди Блеер есть... Большее количество энергии. Ой, точнее, она быстрее двигается. Лысый и прекрасный. И выстрел кинжалами. Здесь мы можем бросить чакрам. То есть это такая вещь, которая возвращается обратно. Невероятно четко все помните. И так далее, и так далее, и так далее. Давайте выберем рыцаря. Да, подтверждаю. И еще, еще. Мы можем создать свой замок. Это в каком-то смысле ветка. Вот. Мы начинаем с кузнеца. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Чем больше денег зарабатываем, тем больше открываем определенные дополнительные классы. Есть даже такие, как Лич, Шиноби и так далее. Улучшенные магии. Улучшаем те, которые есть. И так далее. Можем улучшить просто ХП, магию. Но это все делается за деньги. Все, вот. Подходим к рыцарю. Базар-базар. И здесь мы можем, например, купить новые доспехи себе. Так. И вот у замка стоит вот такая вот смерть, в каком-то смысле. А, это Харон. Кое-кто должен заплатить денег. И мы отдаем все свои деньги в будущем. В будущем. Если, конечно, мы не потратим деньги. То нам придется в любом случае отдать их вот этому Харону. Или смерть, я не знаю. Но в будущем будет такой скилл, который будет возможность, то есть, отдавать, например, 70% денег. И 30% себе оставлять. Это очень неплохо. И из-за каждого персонажа мы начинаем игру сначала. То есть, того же самого места. Замок. Регенерируется. Ну, как регенерируется. Он воссоздается по-разному каждый раз. Но будет такой персонаж, при помощи которого мы сможем воссоздавать пещеру. То есть, из предыдущей игры. Но, к сожалению, он будет забирать у нас 30% дохода. Это очень плохо. Это очень много. И я считаю, это вообще не стоит того. Ну, если, конечно же, вам нужно добраться до босса определенного. Боссы также в определенных местах. То есть, их нужно находить. С первого раза вы можете и не найти его. Босса определенного. Так, что у нас там? 60-60. К сожалению, ничего поапгейдить нельзя. Но я быстро умер. Ой, посмотрите. ХП-то нету. Ничего себе. Так, кстати, я даже не использовал ни разу магию. Как вы понимаете, магия так же не бесконечная. Вначале играть достаточно тяжело. Но, поиграв, не знаю, часов, ну, несколько часов, 20 часа, чтобы более или менее вы будете скачанным. Но это, конечно же, убивалка времени. Не более того. Я бы не сказал, чтобы эта игра создана на прохождение. Ну, давай, сбускайся. Достаточно быстро в начале персонажа, персонаж наш умирает. Это не очень хорошо. Ну, ладно. В общем, я рассказал об этой игре. Советую ее поиграть, если у вас есть достаточно много свободного времени. Что у нас там? Вот, видите, уже появился новый персонаж. То есть, это паладин. И так далее, так далее, так далее, так далее. Будут открываться новые-новые ветки. Конечно же, их не так много, как хотелось бы. Но есть, есть что выбрать. Достаточно большое количество времени вы потратите на эту игру, если вам она понравится, конечно же. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на новые видео. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok